всем привет мои дорогие зрители добро пожаловать ко мне на канал к лидим норвегию и сегодняшнее видео будет называться мои норвежские фавориты перед рождеством сделала я небольшую подборку того что мне нравится в этот период куда я хожу чем я занимаюсь что я ем и пью что сподвигло меня на создание этого ролика я недавно посмотрела фильм на нетфликсе норвежского производства очень свежие фильмы и решила а почему бы и не сделать такую подборку потому что вы знаете норвежское кино не так известно и норвежские нюансы тоже не так разнеслись по свету как например американские японские все в таком роде либо итальянские но все же здесь тоже есть много интересного и смотрите начну я сегодня с фильмов с моей подборки рождественских фильмов из норвегии потому что когда ты смотришь рождественские фильмы американского производства на том самом netflix или либо hallmark то они очень однотипные непосредственно работают очень однотипные такое ощущение что только меняют актеров и декорация а сюжет из года в год одно и то же я помню я помню читал эту на эту тему статью в норвежском журнале harvest это онлайн-журнал о том почему же так вот эти однодневные фильмы которые штампуются за один день и почему они все-таки так смотрибельные и люди их смотрят из года в год потому что люди хотят верить сказку там всегда хороший конец счастливый добро побеждает зло нашей жизни не так не не всегда это случается конечно же хочется все-таки надеяться пускай будет хороший конец но давайте же мы перейдем от этих фильмов в тому фильм который посмотрела этот фильм сейчас вышел на netflix и но уже есть и в русском переводе то есть его можно найти а по норвежски это называет этот фильм называется сувар де юльен в русском переводе обычное рождество производства 2023 год и сюжет очень банальный и все время но в то же время свежие одновременно норвежка проживающая в лос-анджелесе получила предложение своего возлюбленного индуса и пригласила его отпраздновать рождество вместе со своей семьей в норвегии которые проживают в горной местности под названием телемарк индусы согласно соглашается идут начинается все интересное то есть такого сюжета норвежская семья немного российская на первый взгляд а с огромным количеством конечно же крише гиперболизации но в то же время на фоне этих американских рождественских фильмов а годный фильм он получил плохие рецензии среди норвежских газет но при всем при этом а почему бы нет там зимняя сказка норвежская природа норвежские вязаные свитера бюнады настроение церковь не да все это есть на один вечер прекрасный фильм так что в принципе несмотря на его плохие отзывы я его на один раз рекомендую далее есть и другие норвежские фильмы которые были произведены ранее например я посмотрела фильм под названием гледали юль радостное рождество производства 2020 года его нет в русском переводе можно посмотреть только на норвежском сайте энерко норвежском приложении энерко это государственное телевидение и чем примечательный этот фильм то есть там все же чем-то похож к семье приезжают все родственники у которых сложные отношения и тут все начинается сюжет написано эрлиндом лу это известный норвежский писатель и конечно же получше этот фильм уже получше у кого есть возможность посмотреть его на норвежском языке тоже рекомендую далее мы идем к следующему фильму этот фильм уже не из разряда веселое рождество то есть не комедия не семейные отношениям там семейные отношения но скорее всего отношения пары чем семьи большой семьи всех родственников называется фильма до безумия счастлива по норвежские сикт ликкеле производство 2010 год вы видите что мы все спускаемся ниже ниже по лестнице производства то есть года производства этот фильм был номинирован на оскара как иностранный фильм 2011 году не выиграл но все-таки был номинирован я конечно же не могу понять почему я его посмотрела чем этот фильм примечателен на в нем хорошие актеры уже плюс а он такой знаете в спокойном таком норвежском скандинавском стиле все события медленно разворачиваются много диалогов много переживаний и все это кружится вся эта драма вокруг верности неверности двух семейных пар и вы знаете конечно же в 2023 году такие фильмы иногда довольно комично смотреть потому что мы уже столько всего слышали от всех этих психологов на ю тубе и столько этих книг издана уже все все знают и про границы и про психотипы и что когда человек говорит все дело не во мне в тебе тут уже все понятно и вижу да но при всем при этом фильм смотрится легко переживаешь за героев интересно чем закончится есть там тоже и зимняя сказка зимная норвежская картинка нужно такая грустноватая плюс все это тоже вертится вокруг празднования рождества рекомендую тоже для разнообразия о других фильмах я говорить не буду потому что сериала емтельюль я уже упоминала два года назад есть огромное количество детских прекрасных семейных фильмов норвежских а если хотите тоже могу их осветить а эту часть я закончила далее перехожу к моему любимому журналу я его часто покупаю один период я была на него подписана называется он на лев ландли у меня очень много выпусков а сейчас их уже нельзя сейчас уже нельзя подписаться на этот журнал но покупать в розницу можно у меня довольно много выпускается он раз в месяц и вы знаете создается в таком стиле деревенском рустикальном переводе журнала обозначает а живи по-деревенски и здесь очень много старинных интерьеров рассказывается как люди приезжают глубинку и реставрируют старинные виллы сфейцарском силе в стиле сфейцарского шале таких вот вилл очень много восточной норвегии в южной норвегии в средней норвегии на нашем западе и на севере практически нет но любопытно посмотреть на это настоящее дерево на бревенчатые таким трастикальные дома на эти 100 бюре я о них рассказывала такие вот избушки на курьих ножки на курьих ножках где хранились продукты в зимний период а здесь также есть рецепты разные ремесла садоводство все что угодно вот у меня например августовский выпуск но рождественский я люблю особенно потому что есть очень много декора тоже зимние сказки снега которого в той области где проживаю не так много у нас уже совсем сошел а здесь снега с угробами с угробами и что самое интересное посмотрите вот высмотрела в последнем выпуске сейчас вам продемонстрирую как норвегии все-таки любят солому а я солому сама обожаю и солома для меня это вы знаете признака либо символ именно северной славянской восточнославянской культуры есть даже у них а в этом сборнике в этом журнале статья посвященная украшением либо декорированию при помощи соломы сейчас я вам покажу что я здесь усмотрела интересное посмотреть что вам хотела показать вот эти все украшения с соломой мне тоже они есть к сожалению производства китаем но есть у них и такая вот вещь написано что это оберег оберег который приносит удачу многие люди считали в старые времена что солома имела символическое значение в старые времена для животных полей и людей часто украшали такими вот элементами из соломы чтобы защитить защитить свое жилье от злых духов а это восточнославянские обереги под названием пауки это более сложные геометрические трехмерные конструкции но их задача тоже была убирать отрицательную энергию в жилищах поэтому их вывешивали над потолок на целый год а перед рождеством сжигали и заменяли на новый для сбора новой отрицательной энергии такие обереги есть и в балтийских странах и в финляндии и у славянских народов но как мы видим что-то похожее есть и в норвегии смотрите какая красота и так любит такое вот дерево здесь всякие блюда сладости такая вот павлова либо десерт павлова с морожкой разное украшение из природных материалов но прекрасное прекрасное издание очень я его люблю посмотрите какие шкафы шикарная очень интересно мой самый любимый напиток рождества это глюк глюк а я думаю кое-кто уже слышал о глюке тем более у меня есть два рецепта на канале я приложу ссылки под видео глюк это аналог глинтвейна это аналог горячего пряного вина немного он отличается от того же самого глинтвейна считается что это более пряное горячее вино либо горячий напиток и подается он обычно с миндалем и изюмом сам глюк появился в норвегии в 17 веке пришел на сюда из швеции где им баловались уже начиная с 15 века однако в качестве рождественского напитка он стал подаваться только в конце 19 века как в швеции так и в норвегии и и глюк горячее пряное вино можно но мы говорим горячее пряное вино на самом деле наверное даже лучше перевести как горячий зимний напиток он может быть на безалкогольной базе и на алкогольной базе безалкогольная база включает себя например яблочный сок либо смородиновый сок который добавляется вода сахар и пряности возможно только апельсина либо мандарина глюк же на основе алкоголя обычно включает в себя красное либо белое вино пряности сахар воду и иногда добавляют немного бренди либо коньяка я люблю больше все-таки наверное винный вариант покажу вам как его быстренько тут сделано один глазом когда еще побаловаться где-то раз в неделю по выходным позволяем мы себе это горячее вино и и чем он не нравится это натуральный продукт я делала сама тоже из натуральных продуктов и без алкоголя но в норвежских магазинах часто продается такой вот глюк там сплошная химия сейчас вам покажу он невкусный очень сладкий приторный и действительно там нет ничего натурального наверное кроме воды его я не люблю но его обычно и подают вы знаете на рождественских ярмарках магазинах на выставках на мероприятиях только такой вот магазинный глюк а как же приятно сделать самому еще такой момент в свете сейчас появился интересный коктейль можно сказать который состоит и как из как раз таки белого глёга то есть глёга на основе яблочного сока с прядностями и шампанского и называется этот напиток а глюбель от слова глёг и бублях или бюбель бюбель пузырьки получается скорее потому что по-норвежски это боблях а видимо у них это бюбель и получился такой вот глюбель что еще не нравится в этот период предрождественский период это выпечка которую можно попробовать либо испечь только в этот период но испечь можно конечно же в любой период но именно в эти предрождественские дни выпечка появляется в пекарнях магазинах люди активно все это сами пекут на строительская выпечка рождественских козликов я вам уже показывала сейчас вам покажу люссекатах это шведские булочки с шафраном которые все-таки прижились и в норвегии вот сейчас их можно купить стали продавать буквально за пару дней до как раз таки люсия дагин то есть дня люсии 13 декабря то есть когда вы смотрите это видео отгремел уже этот день но выпечка прекрасная с настоящим шафраном я купила в пекарне для всех там были такие упаковки по 5 штук она не дешевая потому что шафран сам пряность дорогая считается так вот она выглядит симпатично такая милая можно себе в зимний период позволить иногда и такие булочки и выпечка такая предрождественская мне тоже очень импонирует и и и и и последнее на чем я остановлюсь это комиссионные магазины перед рождеством я люблю комиссионки так называемый ян брюк по норвежски я не часто посещаю магазины секонд-хенд с одеждой как-то это не как-то это не мое а вот комиссионки такие знаете комиссионки от норвежских религиозных миссий где можно найти всякую псячину от посуды мебели старинные украшения это я люблю сейчас я вам покажу зарисовку такую из-за комиссионного магазина на который я посетила в городе хаугисунт в чем особенность все-таки таких вот комиссионок на периферии что там действительно можно еще пока найти сокровища и ценники еще не очень высокие они конечно же тоже повысились но не критично там можно найти то что ты уже не найдешь городах где уже все выхолощено все уже вычищены антик антикварами туристами где больше людей где не так-то уже много таких вот сокровищ и ценники повыше заходим в комиссионный магазин вот норвежской миссии очень много рождественской тематики много соломы вот и обязательно красный цвет ленточки красные нити подобное подвесное украшение есть также и в нашем доме это досталось от бабушки мужа такими вот ангелами очень люблю норвежская олова и и много всякой всячины и стекла и одежды игрушек но мебель иногда можно найти действительно восхитительные экземпляры как например этот шкаф стоит 2000 крон а этот шкаф я приобрела через fin.no сайт изначально его хотели продать за 2000 но мужа снизил цену до 1600 крон этот шкаф был произведен на мебельной фабрике мисен в восточной норвегии в 1935 году и изначально он находился на корабле а затем попал в семью которая его хранила долгие годы он мне очень понравился вы знаете сразу же душа легла его конечно надо реставрировать но этим и займемся летом я все-таки приобрела я не знаю как это назвать такое вот блюдо подставку сосуд с церквью таким вот драконовским стилем декора крышечкой мы решили что мы там будем хранить конфеты либо шоколад и что вы думаете такое вот олово норвежское олово очень ценится за границей я купила этот предмет за 60 крон это примерно 5 долларов а например на ebay точно такую же вещь можно купить за 34 доллара я купила за 5 а там стоит 34 доллара то есть сравните да и покупают люди там я нашла какой-то вообще интересный редкий предмет с троллями тоже вот такое вот норвежское олово оно действительно ценится и красивое конечно же металл этот сплав этот дешевле чем золото либо серебро но при этом какой роскошный у него такой вот суровый вид и он прекрасный подход как раз таки например под серию викингов либо средневековья либо религиозную тематику в Норвегии вот такое вот было сегодня видео надеюсь все таки было что-то интересное и в нем мы продолжаем тему Рождества в декабре восхитительный месяц в нем так много всего происходит и как раз таки это раскрашивает темные темные дни и такие же темные ночи на этом я с вами прощаюсь дорогие зрители до скорых встреч с вами Лида из Норвегии если вам понравился этот ролик буду рада вашим лайком либо комментариям всегда рада и до скорых встреч из страны троллей корз Dag Корректор А.Кулакова Продолжение следует...